Добрый день! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 5 сентября, Харьковская область, город Харьков. И мы продолжаем любоваться цветением гортензии метельчатых, высокорослых. Это ванилка, ванила фрейс. Вот так вот я ее подвязала. Она, конечно, развалилась. У нее очень рожкообразные, нежные соцветия. Даже если похолодало, но все равно она нежно-розовая остается. Видите, видно, тут лежала грязненькая, а вот чистенькая, белоснежная. Просто белоснежная. А внизу розовенькая. Вот начинает розоветь. Так. Дальше совсем грязненькие. Тейв тоже подняла. Вот так вот. Это ванила фрейс. Пока еще розовизна появилась с другой стороны. Вот так вот порозовел фантом. Он соцветия были опущены вниз. Я их поподымала. Конечно, он выглядит не очень. Такой веревочки, веревочки. Но ничего, зато стоят. Подтянутые друг к дружку. Самое главное, чтобы не поломались. И вот такой розовый налет получили. Вот когда лежала, вот эта часть прозовела. А нижняя так и осталась белой. Ну, большие соцветия. Да, конечно, есть коричневизна. А вот соцветия лаймлайта. Только-только начинают зацветать. Здесь лаймлайт выглядит именно вот так. Вот так он и выглядит осенью. В этом году особенно порозовел. Стоял лаймовый, как вы помните. А теперь он особо порозовел. Сейчас ничего не делаю. Только периодически проливаю. Ничем не подкармливаю. Работает проломнированное удобрение. Опять. Опять у нас сорт ванила фрейс. Тоже вот подвязано. Но ничего с этим не сделаешь. Ветки побеги в этом году выросли очень высокие. Но недостаточно мощные. Вот такая ванила. Это у нас Грандифлора. Красавица. Огромнейшие соцветия. Мельба фрейс. Кстати, ее не подвязала. Вот такие красивейшие соцветия. Никогда не думала, что буду с нетерпением ждать осень. Когда была школьницей, осень хотелось отсрочить, чтобы было побольше лета. А теперь нет. С нетерпением жду осень. И это прекрасное цветение. Которое завораживает. Заставляет нас ахать и охать. Дентал Декорон. Видите, как стоит. Стоит зелененький, красивый. Тоже его не стала подвязывать. Ванилку подвязала. Хочется ее видеть. Видеть сверху костика. Это Сандая Фрейс. Кстати, у Сандая Фрейс здесь, именно здесь, в этом ряду, крупнее соцветия. Может из-за того, что она не была пересажена. Как-то Сандая Фрейс. Ну, а это Пинк Даймонд. Всего лишь два побега. Зато достаточно внушительные. И мне кажется, это потенциал этого сорта. Приятно, приятно увидеть, какой уже все-таки будет куст. Листья очень крупные. Листья очень крупные. Как и соцветия. Очень крупные. Очень интересный сорт. Magical Starlight. Да. Такой вот стоит. Стоит беленький. Легкий-легкий-легкий такой налет. Но цветочки поникли. Ну, естественно. Уже финал. Финал цветения. Для Magical Starlight. Следующая у нас. Мельба Фрейс. Ее я подразила. Потому что мне не очень нравится, как она раскидистая стала здесь. Очень красиво смотрится. Есть соцветия, которые только зацветают. Которые зацвели. Которые практически уже полностью окрасились. Малиновый цвет. Безумный сорт. Очень приятно, что такие сорта выводятся. И мы так можем радоваться. Это у нас Magical Moonlight. Итак, Magical Moonlight. Сейчас я настрою. Ага. Вот. Тоже очень красивый. Пока я не могу вам показать всю его красоту. Но гонялась за этим сортом очень долго. И не задумываясь, приобрела его себе в коллекции. Поверьте. Жалеть об этом. Мне никогда нельзя. Никогда. Никогда не жалейте. Приобретайте растения. Это такое счастье. Это такой позитив. Вот такой вот Вимс Ред у меня. Вот такой взрослый кустик. Я так рада, что я им нашла то место, которое им нравится. Они у меня бедные. Конечно, это мой неоценимый опыт. Так. Следующий у нас Magical Candle. Вот так вот он выглядит. Вот. Финал. Финал цветения. И это все будет стоять до тех пор, пока я не подойду. И не скажу. Ну что, ребята. Пришло время вас обрезать. Так. Это у нас. Поларбер. Поларбер. Тоже очень крупные соцветия. Вот так вот он стоит. Цветет. Еще есть соцветия, которые у нас, у меня, мою семью порадуют. И вас порадуют вместе с нами. Я вот снимаю каждую неделю, пытаюсь вам показать, как это прекрасно, как это красиво. Как они выглядят, как они выглядят, как они могут пострадать, как они могут показать свой потенциал. Ну, в общем, работаем. Это финал. Вот это все финал нашей работы. Работы весь сезон, за все лето. Вы знаете, мне нравится такой финал. Это такая благодарность за труд. Ради этого стоит трудиться, чтобы... И это же еще не предел. Мы ждем двух метров высотой. Когда они вырастут два метра. Я даже не знаю, как я буду снимать. Ну, будем новейшие технологии применять. Надеюсь, мне это будет по зубам. Так. Это... Даймонд Руш. Она аж все забыла. Так. Кендерлайт. Даймонд Руш. Ну, он просто, он просто, он. Он красный. Я так надеялась в этом году, что он покажет именно этот цвет. Спасибо ему. Все показал. Все отлично. Все показательно. И вот у меня такое впечатление, что он невысокорослый. Невысокорослый. Вот у меня такое впечатление складывается. Ну, ладно. Будем выращивать. Потому что он у меня уже долго. Он лет пять. Если вы видели, высокорослые, так они уже какие высокие. Так. Кендерлайт. Вот такая вот красота. Тоже длинные метелки. Потенциал не виден. Смотрите. Есть разница. Развешу в размере. А нет. Это у нас пинки-винки. Да. Напоминаю, опять это был пересажен. Не судите строго его. Он умничка. Он выжил. Он отошел. Его прибило немножко морозом. Ну, так все отлично. Так. Диамантина. И здесь у нас тоже диамантина. Красивейший. Он тоже красивейший. В этом году соцветия не очень крупные. Обычно крупнее соцветия. Скорее всего, по сравнению с корневой, достаточно много побегов. И вот он еще, что он делает еще? Зацветает. Ну, отлично. Отлично. Так. Это наши новички. Вот то, что мы садили весной. Вместе мы вам показывали. Вместе мы садили. Вот что вышло. Это скорее всего киишу. Я, честно говоря, не помню. Не буду говорить точно, какие сорта. Ну, и вот это новички. Видите? При короткой обрезке сразу уже бегообразование. Неплохое получается. Вот красивые побеги. Тоже новички. Но они пришли позже. В мае месяце. Вот тоже новичок. А это уже... Это у нас получается Мэджикл Старлайт. Да. Мэджикл Старлайт. И вот он вот так вот... Видите? Позже зацвел. Потому что саженца. Нашего саженца он позже зацвел. Но достаточно хорошо вырос. Вы помните, какие мы сажали? Небольшие тут тоже есть соцветия. Все отлично. И тут соцветия есть. Там зачатки. Ну, зацветет так, зацветет. Ну, не зацветет. Ну, что теперь? Ну, что ты там не сделаешь? Вот тоже. Это хорошо, когда два побега. Они вызревшие. Я вот смотрю. Все отлично. Соцветия пошли. Так. Хочу вам с этой стороны показать. О, вот так вот оно выглядит. Да. Именно это я и хотела донести до вас. Вот она. Вся красота. Сейчас проедет поезд. И буду дальше рассказывать. А вы пока полюбуйтесь. Еще недолго осталось. Уже. Уже недолго осталось любоваться. Месяц, полтора. И мы в Харьковской области уже, в Харькове, уже начнем обрезочку. Начнем закладку удобрений на весну. Пролонгированного действия. И после чего пойдет у нас укрытие. Такой длинный поезд, да? Так и потемнеет. Вот такая вот красота. Ну ладно, буду рассказывать дальше. Это же с наших саженцев. Вот это Винки-Винки, кстати, тоже с саженцем. Даймонтруш. Может, даже придется его пересадить карликом. Но еще будем наблюдать. Вот у меня такое подозрение закрадывается. Ну, слишком он невысокий. Такой невысокий. под концовку покажу свое огорчение. Вот внизу живой побег. А вверху что-то произошло. Ну, скорее всего, что-то грибковое повредило. Или же кто-то, кто-то типа гробака в подъемном корне. Да. Вот. Вот такое финальное корд осени. спасибо вам за просмотры. Спасибо, что с нами. Встретимся в новых видео. Пока-пока. в полной тени у нас растет Magical Moonlight. Это мы перенесли от Лимелайта. Видите, подвязала его, его раскидала. Соцветия поподсыхали, потому что перенес пересадку. А так, конечно, побеги очень высокие. они соцветиями метр тридцать наверно. Это у нас так выглядит в тени фантом. Вот такой фантом. Кстати, вот одно соцветие только-только зацветает. И это у нас диамантина. Вот такое-то оно стоит зеленое, тоже подвязанное. И видите, они зеленые, ламула с розовым налетом. когда сильно-сильно было жарко, резко похолодало. Сразу на всех гортензиях, на которых даже никогда не видела розового налета, появился розовый налет. Это присуще южным областям. У нас как-то так, чуть-чуть по-другому это все было. А теперь вот так вот красиво. Так, наш ламулах. Мы ему соседа подсадили. Брали magical moonlight. Как вы помните, видите, много побегов оставили. Соцветия получились не крупные. хотя обычно у нас очень крупные соцветия. Вот такой вот он красавчик. Все равно красавчик. И вот его сосед. Тоже limelight. Вот так вот. Теперь она здесь будет расти два limelight. И уже растут. спасибо за внимание. Пока-пока.